Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, и вы на канале Школы Астрологии Ашвини. Сегодня мы с вами обсуждаем шестой дом гороскопа и движение Сатурна по шестому дому. Почему мы так подробно останавливаемся на движении Сатурна по домам гороскопа? Потому что это хорошая прогностическая техника, которая позволяет нам увидеть тенденции в жизни человека на 2,5 года, пока Сатурн находится в одном доме гороскопа. Движение Сатурна по определенному дому гороскопа показывает, что человек склонен к тому, чтобы в его жизни произошли те или иные события. И так как Сатурн самая медленно движущаяся планета, то она имеет самую тяжелую и концентрированную карму. Соответственно, когда мы делаем прогнозы, первый этап нужно посмотреть, где находятся Сатурн и Юпитер. Юпитер у нас двигается около года в одном знаке, и он, конечно, уточняет показания Сатурна. Транзит и движение Сатурна и Юпитера — это тот первый этап, который нам позволяет настроиться на то, что может происходить в гороскопе человека. Давайте перейдем уже к шестому дому и транзиту Сатурна по этому шестому дому. Шестой дом — это дом врагов, долгов и болезней. И транзит Сатурна здесь является одним из не очень хороших. Это сложный транзит, поэтому часто проявляются какие-то болезни в этот период, проявляются противостояния, конфликты, суды и другие неприятности. Обычно это имеет затяжной характер, а не резкий. И в целом человек, начиная испытывать какие-то неприятности, уже может понять, будет ли усугубляться данная ситуация или нет. Если у человека транзит Сатурна по шестому дому, скорее всего, эта ситуация будет усугубляться и достигнет своего пика. Это может быть госпитализация, если мы говорим про болезни, это может быть суд, если мы про какие-то конфликты. И другие формы проявления конфликтов в максимальной их точке. Часто движение Сатурна по шестому дому дает победу в конкурсах, соревнованиях, выборах и других каких-то соревновательных элементах, если это гороскоп политика, спортсмена. В остальном Сатурн в шестом доме склоняет человека к переездам. Из шестого дома Сатурн смотрит в двенадцатый дом, дом поездок, изоляции и выброшенности человека из основного течения его обычной жизни. Поэтому транзит Сатурна по шестому дому обычно дает отъезд человека с Родины, либо период путешествий и командировок в его жизни. Также то, что Сатурн является показателем изоляции и смотрит на свой собственный дом изоляции, говорит о том, что человеку следует больше быть в одиночестве в это время, больше думать о том, где он может восстановиться психически и физически, о том, где он может уединиться, подумать о жизни, о мудрости Вселенной и тому-то подобные вещи. Также Сатурн из шестого дома спектирует восьмой дом. Восьмой дом — это дом неприятностей, секса, смерти и всяких других неблагоприятных вещей. И Сатурн, спектируя из шестого дома восьмой дом, делает данный транзит достаточно проблемным. Любая проблема, которая возникает в данный период, может быть связана еще и с восьмым домом. Помимо того, что она достигает своего пика, своего какого-то проявления максимального и обычно не затухает, как другие проблемы, возникающие в остальные периоды. Помимо этого, Сатурн, который из шестого аспектирует восьмой, говорит о том, что данные проблемы могут повлиять на человека очень стрессово. И также могут повлиять на его продолжительность жизни, на его качество жизни, его стрессоустойчивость и так далее. Из шестого дома Сатурн смотрит в третий дом. И этот транзит показывает, что человеку придется преодолеть много препятствий в данный период. Ему придется быть более собранным, строгим по отношению к себе, пересмотреть то, как он прилагает усилия, насколько они эффективны, насколько они соответствуют результату. Также такая связь шестого и третьего дома показывает, что человеку придется бороться за свои права, за свое благополучие, спорить, отстаивать себя и не опускать руки ни в коем случае. Как вы видите, Сатурн в шестом доме затрагивает все неблагоприятные дома гороскопа. Шестой, восьмой, двенадцатый, третий. Это действительно один из самых сложных транзитов. Я скажу, что транзит Сатурна по восьмому дому не так сложен, как транзит по шестому. Во время транзита по шестому дому прослеживается много несчастных случаев смертей, тюремных каких-то злоключений и заключений. Поэтому это действительно достаточно опасное время. Но нужно смотреть и другие показатели гороскопа, где находится Юпитер. Возможно, он аспектирует Лагну или управителя Лагны. И это, конечно, фактор, защищающий от злотворного влияния Сатурна. А может быть, Юпитер присоединяется к разрушающему действию Сатурна, находясь в Дустханах или находясь в соединении с этим Сатурном. Таков был мой анализ положения транзитного Сатурна по шестому дому. Приходите учиться в нашу школу, смотрите другие видео и учитесь прогнозировать. С нами вас ждет еще очень много интересного. Всем пока-пока!